С вами обозреватель газеты Спорт-Экспресс и комментатор канала Боец Александр Беленький. Сегодня мы с вами увидим два боя, которые состоялись 14 августа 2010 года. Пусть это не вчера, но это были хорошие, приличные поединки. Первыми для нас, по крайней мере, на ринг выйдут Корнелиус Лок и Мигель Анхель Гарсия. Оба американцы. По-моему, я забыл сказать, что эти бои состоялись в городе Лоредо, штат Техас. Бой этот официально считался элиминатором, то есть боем за право драться с чемпионом. По версии IBF весовой категории до 126 фунтов или до 57,2 килограмма. Но, насколько я знаю, элиминатором он стал, но, тем не менее, победитель этого боя, пока не скажу, кто это. Вот наш экран Корнелиус Лок, один из участников. Так вот, за титул ни один из них не дрался потом. 19 побед, 5 поражений. Одна ничья, по-моему, 11 побед нокаутом из 19. Корнелиус Лок. Ну, а напротив него тот, кто считался фаворитом в этом бою. Да, костюмчик, конечно, удался. У парня Мидель Анхель Гарсия. 22 победы, никаких поражений. 18 побед нокаутом. В общем, вполне серьезно. Вполне серьезно. Да, Лок еще левша, как мы с вами убедимся. Ну, а Гарсия, те, кто из вас следят так за боксом, более-менее, я думаю, что они в курсе, кто победил и в этом бою, и в некоторых следующих. Ну, а для остальных не скажем, да. Брос, это иллюминатор. Да, это еще раз нам показывают тактиково-технические характеристики. Ну, что тут интересно. Ничего тут интересного нет. Весовой категории, я вам сказал. Рост нормальный для этого веса. 170 у Лока, где-то 168 у Гарсии. Такие обычные ребята, полулегковеса, как у нас говорят, или выступающие в весе пера. Как говорят в Америке. Ну, как я уже опережаю события, сказал, что Лок левша. Говорят, что у него хороший опыт. Вот американские комментаторы, что, хотя у него есть поражение, они мало о чем говорят. Вы знаете, так действительно бывает, что поражение мало о чем говорят. Мне доводилось видеть бои, когда выходил фаворит с рекордом там 12-0. Против него выходил парень с рекордом 7-5 и побеждал его. Случается, случается, потому что зависит от того, с кем драться, в каком состоянии драться. Есть люди, которые, так сказать, никогда на ринг в пристойной форме не выходят, а потом вдруг раз возьмут и выйдут. К удивлению своего соперника. Ну, это я ничего не хочу плохого сказать о Гарсии. Это так. Общий трек, что называется. Пока что я могу сказать, что я не вижу, чтобы у Гарсии были проблемы вот какие-то с левшой. Собственно говоря, он пока толком ничего не делает. Начинает с левой руки, с джеба. Ну, знаете, тут есть такая заповедь, вообще-то верная, что против левши надо начинать любую атаку справа. Ну, кому надо, а кому и не надо. Есть люди, которые работают по-своему. Потом, если у тебя хороший увесистый джеб, то почему бы и не повтыкать его. Хотя, конечно, видите, если вот начинаешь слева, то сокращая дистанцию, как бы подставляешься под удар слева своего соперника. Вот, видите. Лок тоже действует. Видите, он не слева начинает, он бьет стандартную двойку. Сейчас вот правой боковой, то есть с передней руки. А вот сейчас пробил такую коротенькую двухударную комбинацию Гарсия. Хороший джеб у Гарсия. Он слева сейчас так зацепил, там не смог вложиться полностью в удар лок. Так, без прерыва у нас пошло второй раунд. Это заговор, господа. Это, чтобы нам не показывать девушку между раундами. Видимо, она неописуемая красавица. Ладно, а нам оставили смотреть только мужиков. Ну, что ж вот делаешь. Посмотрим на мужиков. Хороший бой, между прочим. Я рад, что я вас не обманывал вначале. Я просто видел этот бой тогда, поэтому я помнил, что он такой достаточно неплохой, интересный. Вот. Так что, как видите, интересно смотреть. Оба такие достаточно быстрые, не в данном конкретном эпизоде. Неожиданные такие ребята. Сейчас. Слева, боковой такой, пробил Гарсия. Ну, тот про Гарсию рассказывает, что у него были проблемы с левшами раньше. И, в общем-то, ожидают, что и сейчас ему будет сложно. Ну, посмотрим, люди учатся. Может быть, и, так сказать, научился работать с левшами. Если вы слышите, американский комментатор называет Гарсию не Меделем, а Майки. Майки Гарсия, это его кличка. Ну, такой он, хоть и мексиканец, но живущий в Америке. Ну, так вот, где-то его прозвали Майки. Он пытается пробить, как американцы говорят, пробить джеб, и не очень удобно бить джеб против левши. Ну, так оно и есть, я не могу ничего возразить им, потому что они правые на самом деле, но... Вот сейчас левый пробивает локс, не очень плотно, но все же. Но каждому удобно свое. Каждому боксеру удобно делать что-то свое. Там есть стандартные какие-то вещи. Ну, вот, а некоторые нестандартные люди. Понимаете, тут, бог его знает, от чего это зависит. Если Гарсия, так сказать, работает с локом как с правшой, в общем, начиная с джеба, может, ему так удобнее, может, он попробовал работать по классике, но не вышло. Сейчас очень хорошо достал-то, и там по корпусу был удар, и боковой был в голову, слева. Там справа так зацепил. В общем, вполне прилично. Вполне прилично действует Гарсия. В третьем раунде сейчас он опять левый боковой пробил, зацепил, потом справа. Опа! Вот это да! Точный удар справа. Ну, правда, он не начал с удара справа. Атаку. И как мы бы его стали учить. Тем не менее, отправил в тяжелый нокдаун. И сейчас на грани второго нокдауна был Лок, потом после левого бокового. И Гарсия бросается за ним. И времени до конца раунда еще хоть отбавляй. Ну, вот, помните, наверное, что вначале я вам говорил, что американские комментаторы говорили о том, что у Корнелиуса Лока хороший опыт. И вот он сейчас вот очень легко, но не играючи, конечно, но так отплясал, продержался, удержался на дистанции и выстоял вот этот вот самый опасный промежуток времени, когда там плыло все в голове. Ну, это очень серьезный, конечно, момент. Локу будет крайне трудно отыграть. Крайне трудно отыграть это потерянное очко. Не говоря уж о том, что нокдаун как-то неположительно сказывается ни на психологическом настрое, ни на физическом здоровье. Хотя, так сказать, есть люди, которые там после пяти нокдаунов встают, встают и ничего. Так, четвертый раунд у нас. Здесь американские арбитры, комментаторы опять говорят о том, о чем я сказал. Тогда вот тот эпизод, когда был нокдаун, Гарси ударил из-за левого джеба. В общем, по идее, так неправильно против Левши, а оказалось правильно. Может быть, он действительно прятал удар справа за джеб. Опа, хороший левый боковой. Может быть, нет, не прятал, так вышло, бог его знает. Ну, в общем, дело не только в нокдауне. Мне кажется, в принципе, Гарси сейчас как-то контролирует бой. Лок, как видите, уходит. Хорошо, почему сейчас уходит в сторону, вправо от правой такой бьющей, ну, у него обе бьющие руки, Гарси. Ну, опять, есть такая классика, там надо, соответственно, уходить от сильной руки соперника. Но он, правда, и со слабой, и с передней может такти навстречу вломить. Все правила хороши в учебнике. Это не математика, где вот так вот прямо можно перенести все на ринг. Итак, Гарси сейчас нависает над Локом. И все-таки вот, наверное, вам тоже показалось, что как-то не то, чтобы он потерял концентрацию Гарси, не то, чтобы упустил момент, но сбавил обороты. И, судя по всему, Лок это заметил и тут же пропустил двойку. Ему очень повезло, что она была на последних секундах, если вообще не на последней секунде. Раунд, да, у нас уже пятый раунд. То ли потому, что бой хороший, то ли потому, что перерывов нам не показывают. Такое ощущение, что бой идет очень-очень быстро. Снова так, навис Гарси над Локом. Очень так осторожненько проводят бой. Уходит от Гарси и, видите, неожиданно Курант-Контр атакует. Там слева попал, но там не смертельно это было, скажем так. Опять, видите, слева так неожиданно. Раз, чук и пробил. Сейчас вот зацепил. Может быть, и не очень сильный этот удар, но он неприятный. Опа! Неожиданно упрятал за ударом справа по площади левый апперкот и сейчас пошел, пропустил этот апперкот Лок, а Гарси пошел добивать. Но, 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 видите, отстоял и сейчас зацепил вот справа. Лок, Гарси. Хорошо, хорошо. Видите, сейчас Лок все-таки отстреливается. Удерживает Гарси. Ну, Гарси так делает свое дело. Промасал не самое страшное. Главное, если уж ты промасал, не провалиться и не нарваться на встречный удар. А так, ничего особо страшного. Сейчас вот полетел за своим кулаком Лок. И Гарси там левым боковым достал, потом справа. Такую попытку размину завязал Лок в конце. Ну, конечно, раунд он проиграл. Так, шестой раунд у нас, по-моему. Да, шестой раунд. Комментаторы говорят, что Лок у 34 года. Если боксерок не врет, то ему 34-х не до сейчас. Тогда ему было неполных 32. Ну, не знаю. Гарси 24 года. Тут вроде бы нет разночтений. Молодой парень. Хорошо, хорошо, уверенно действует Гарсио. И пока он больших проблем не испытывает. Отчасти потому, что Лок работает, может быть, излишне осторожно, но это нам излишне, да? Не нас же бьют, поэтому мы готовы посылать в атаку. А Лок уже схватил, он уже знает, как Гарсио бьет. Может быть, не хочется ему идти вперед или не можется. Самое главное, что Гарсио как-то, на мой взгляд, полностью контролирует бой, он все видит. Он все чувствует. Я не знаю, опять-таки, то ли боксерок путает, почему Гарсио не дают 22 года, он 87-го года. Может, сейчас 2009-й год? Тогда почему бой в десятом? Вроде не об что не стукался. Опа, хорошо. Справа попал и пошел добивать. И пошел добивать. И мало времени, мало времени до конца. Раунда и Гарсио пошел ломить. А Лок связывает, связывает его. А все то время, что он не связывает, Гарсио бьет Лока, но тот, как ни странно, пытался отвечать. Седьмой раунд. Полбоя позади. В общем, у кого-то непонятки с возрастом боксеров, то ли у меня, то ли у американских комментаторов. По моим данным, Лок 78-го года, в 2010-м году он был 32. А Гарсио родился в декабре 87-го, и, соответственно, на момент боя ему было 22. А, да, значит, в одном случае все-таки я ошибся, по-моему, да? Ну да, в одном случае я ошибся, в таком случае американские комментаторы. Гарсио на момент боя 22 года было, сейчас ему 24. Так что пора мне во второй раз в первый класс, ну что поделаешь. Моразм всегда приходит незаметно. Как эсклероз. Так, ну что. Опа, слева попал сейчас. Попал и, видите, почувствовал и снова стал пробивать Лок. И, ну вот сейчас прямо на джеб нарвался усиленный встречным движением Лока. И еще один, и сейчас справа попал Гарсио. Бьет боковые. Опа, ну в размене я бы не вижу. О, сейчас вот попал справа с передней руки Лок. Но, в принципе, в разменах Гарсио, на мой взгляд, выглядит получше. Хотя, сейчас вот там пропустил. Ну, это эпизод. Просто, по-моему, более мощным ударом Гарсио обладает. Ну, там, вы же понимаете, что... Если попал точно, то особой силы не нужно. Но, если в открытый рот попал, можно и челюсть сломать. Гарсио, интересно. Опа, опять. Попал справа мощно и дальше продолжает дело это. Не повезло опять Гарсио, попал слишком близко уже к окончанию раунда. Восьмой раунд. Сейчас справа немножко зацепил. Очень, очень уверенно действует Гарсио. Лок, ну что? Лок не так, чтобы очень пытался что-то сделать. По-моему, он рассчитывает на такой... Опа, вот сейчас слева попал. На такой шальной контрудар. Вот как у него только что был. Ну, может быть, посильнее, поудачнее. Потому что какой-то такой обдуманной работы, кроме как уцелеть и вдарить, я у него не вижу. Видите, много передвигается Лок. Но центр ринга контролирует Гарсио. Двигается меньше, соответственно, устает меньше. Тем более, что Лок еще много в холостую машет руками. Уверенно по-прежнему действует Гарсио. Ну, вот сейчас как-то ничего особенного не происходит. Мне кажется, Гарсио взял небольшую паузу. Может быть, перед заключительными раундами. Вот слева сейчас цепанул Лок. Потом Гарсио слева ответил. Так и идет. Лок попытался атаковать. Вот опять вот. Все продолжается в прежнем ключе, как вы видите. Гарсио контролирует центр ринга. Лок крутится вокруг него, тратит бензин. По большей части в холостую. Девятый раунд. Вот, американские комбинаторы говорят, что это первый в жизни девятый раунд Гарсио. Раньше он меньше дрался. Опа, неожиданно сейчас контратаковал Лок. И видите, Гарсио немножко не то чтобы взорвался, но натвык от того, что соперник атакует. И немножко, ну можно сказать, наверное, растерялся. А может и нет. Но не совсем, как мне кажется, готов оказался. Лок. Все в том же ключе работает. Кто-то может скажет, недостаточно агрессивно. Для кого недостаточно? Для нас, конечно. Но мы здесь не указ. Потому что по голове получаем не мы. Вполне возможно, что Гарсио дерется за какую-то будущую возможность. Опа, сейчас нарвался на удар справа. Перед этим сам там ударил пару раз очень неплохо Гарсио, но напоролся на удар справа. Флойд Паттерсон и Майк Тайсон. Эти ребята, если ты ударишь от пикапу, ты должен быть able to punch with speed. Lock has been much more competitive in the last two rounds. Уверенно, очень продолжают. Гарсио, я уже знаю, что я повторяю эту фразу. Но так оно и есть. Он ничего нового не делает. События не форсирует. По-моему, работает. Не то, чтобы на удержание счета. Ну так, как говорится в английский, придерживаются безопасной стороны. Хотя, вообще-то, Гарсио так на культур. И опять, ну который уже раз. В третий, в четвертый, вот в самом конце раунда Гарсио делает что-то самое стоящее. Вот справа попал в локе. И прямо тут гонг. Десятый раунд. Гарсио пытается влетать и вылетать. В третий, в четвертый раунд. В четвертый раунд, в четвертый раунд. Может быть, в этом дело. Может быть, просто, ну, как-то пропускать немного стал Гарсия. Может быть, он просто не хочет рисковать. Бой, в общем-то, закончен. Ну, посмотрим. По-моему, это не его стиль. И вот слишком долго придерживаются безопасной стороны улицы. Гарсия пробивает. Вот сейчас вот в разрез справа. Но Лок тут же отвечает. Интересно, сколько судьи отдали раундов Локу. Сейчас вот завис слишком в атаке. Гарсия. Четкий правый, что называется, по бороде попал. Как видите, тут все продолжается. Все в том же ключе. Американские комментаторы то замолкают, как я, то вспоминают там бой Алексиса Аргуэлла, который, бог знает, когда был, там, лет 30 назад. Попал справа. Попал справа. Что, значит, сейчас будет блэнк. И слева попал. Да. 50. Так, сколько у нас осталось? Два раунда, по-моему, да? Два раунда, по-моему, да? Два раунда осталось. Да, конечно, хорошая комбинация. Хорошая комбинация. Хвалят. Американцы этот удар справа. Хороший удар, что там говорит. 11-й раунд. Гарсия, по-моему, немножко проснулся. Он сейчас оживился. Ну, два раунда осталось. Правда, пропустил сейчас правый боковой. Гарсия, по-моему, пытается справа пробить Гарсия. Гарсия. Гарсия! 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 и что все бой решили остановить да решили остановить ну там было видно после 10 раунда что Лок едва ли может продолжать бой давайте посмотрим правый удар боковой сейчас нам еще раз покажут даже боковой кросс такой поверх руки прошел и так в 11 раунде техническим нокаутом техническим потому что судья не стал открывать счет победил победил Мигель Анхель Гарсия ну да теперь вот эту шляпу можно надеть с полным на то основанием да видите Мигель Анхель Майки Гарсия кончо с чемпионским поясом в ковбойской шляпе с чемпионским поясом я все